Автопарк производственной базы Серпухов пополнился комфортабельными автобусами большого класса. Они оснащены системами климат-контроля, пожаротушения, видеонаблюдения, USB-розетками для зарядки мобильных устройств, откидными пандусами для маломобильных групп населения, местом с креплениями для инвалидных колясок с кнопкой связи с водителем. Сегодня глава муниципалитета Сергей Никитенко побывал в автопарке. Новые машины, кстати, уже вышли на маршруты городского округа. Ежегодно на дорогах нашего округа курсируют сотни автобусов. На 44 маршрутах выполняются более тысячи рейсов в день, и обновление автопарка – значимый шаг в развитии транспортного сообщения. Глава муниципалитета сегодня оценил состояние производственной базы Серпухов, которая пополнилась пятью современными автобусами ЛИА-4292 – большого класса вместимости. Они поступили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва при содействии заместителя председателя правительства Анны Кротовой. Всего в Серпухов поступит 31 единица подвижного состава, 19 среднего класса, 9 большого класса и 3 малого класса. Все данные автобусы оснащены площадками для малоподвижных граждан, также оснащены климатовой установкой, USB-разъемами для пассажиров, чтобы они могли в процессе движения подзаряжать свои мобильные устройства. Видео наблюдение, то есть водители, сидя за рулем, видят, что происходит у него в салоне. Широкие автоматические двери с электроприводом и просторный салон низкопольных автобусов обеспечивают удобную посадку и высадку пассажиров с детскими и инвалидными колясками. Также автобусы оснащены в безопасность, то есть если водителя нет на месте, автобус не сдвинется в место. Если водитель не пристегнут, ременной безопасности, автобус не сдвинется в место. Такое современное техническое обеспечение должно решить и вопрос нехватки рабочих кадров. У вас по водителям комплектованность? Нехватка, большая. Сейчас мы можем получать новый подвижный состав, люди увидят, захотят причина на работу. Причина нехватки, на мой взгляд, в том числе и старые подвижные составы. У старых автобусов пробег за несколько лет превышает полтора миллиона. Из-за этого они нуждаются в постоянном ремонте, что отбивает желание у водителей садиться за руль. Ведь они несут ответственность за жизни людей. Стоит будет, наверное, только порадоваться за наших жителей, что современные автобусы появятся. Конечно, ждем положительных отзывов. Подвижной состав автоколонны обновится до конца мая. С 20 марта прошла оптимизация сети на маршрутах 26 Пущино-Серпухов, 27 Протвино-Серпухов, 42 Пущино-Протвино. Новое расписание по данным маршрутам можно увидеть на остановках и на сайте МОЗ Трансавто.